Привет, народ! Записываю это видео сразу же после концовки Оранжевого Клана. Итак, сегодня мы посмотрим на концовку Фиолетового Клана. Это клан, который воссоздал Лукаса. Лыжиагата, короче, помните, да? Вот. И суть в том, что на прошлом видеоролике я как раз закончил на этом Оранжевом Клане. Суть концовки такая же. Нужно проиграть битву роботу. Вот. И если что-то Карла может сделать, я так понимаю, она может чисто спасать Лукаса постоянно. Что больше я делать не собираюсь. Итак, слушаем видеоролик и проигрываем битву роботу. Это закончилось, кстати, еще быстрее, чем с другим кланом. Так. А Карла, кстати, ничего не делает. Это странно. Она там сзади стоит и ничего не делает даже. Или, может, еще время не пришло. А, нет! Она, походу, повлияет на концовку, если я, например, выиграю битву с Оракулом, а проиграю битву с роботом. А может, она вообще не придет. Ну, это не важно на самом деле. Ну, вот такая концовка с роботами. Сейчас узнаем эпилог. И все. Короткое видео такое. А потом я буду делать бонусное видео для вас. Температура продолжает падать. Похоже, это никогда не закончится. Три четверти человечества уже умерло. На остальных днем и ночью охотятся роботы. Мы вынуждены жить под землей, как крысы. Теперь хозяином планеты стал фиолетовый клан. Они знают тайну дитя Индига. И ни у кого не хватит сил их остановить. Мы с Карлой укрываемся вместе с Богортом и невидимками. Ее появление самое лучшее, что случалось со мной за долгое время. Вчера она сказала мне, что беременна. Все случилось той ночью на подземной базе Богорта. А это значит, что наш ребенок был облучен хромой в Бешиты. Как и я сам в утробе матери. Хрома сделал у меня среди людей кем-то вроде героя. Мы пытаемся всеми силами повредить машины с искусственным интеллектом. Но наши шансы на победу исчезающие малы. Даже если мы их и победим, нам все равно придется жить под землей из-за холода. В своих снах я слышу голоса, которые говорят, что наш ребенок – следующее дитя Индига, спаситель человечества. И я стараюсь их не слушать. Сейчас я забочусь лишь о том, чтобы защитить свою жену и ребенка. О чем ты думаешь, Лукас? О, ни о чем. Совсем ни о чем. Вот это, кстати, я уже могу назвать плохой концовкой, да? Из-за того, что три четверти человечества, считай, погибло, они вынуждены жить под землей. То есть, оранжевый клан – это что-то типа нейтральной концовки, да? Потому что они и так контролировали весь мир, вот. А так стали просто еще могущественней. А роботы – вот это уже, да, это уже терминатор настоящий начинается, ребята. Вот, когда роботы стали править, да, землей. Практически. Ну что, друзья, это была концовка фиолетового клана в Фаренгейте. Если вы ее знали или нет, сделал для вас видео. А если вы просто ностальгируете, то поностальгируйте еще и с этой концовкой. Теперь я буду для вас сделать бонусный видеоролик. И он вам понравится. Я нисколько не сомневаюсь, что он соберет большое количество просмотров и положительных оценок. Так что. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Давайте наберем 50 тысяч подписчиков. Наконец-таки всем удачи и пока-пока-пока.